В пятницу старейшая садовская гимназия номер 16 отметила юбилей, 60-летие. Праздник послужил поводом для встречи учителей, выпускников и всех тех, кому дороги стены учебного заведения, ставшего вторым домом. О том, как когда-то все начиналось, помнят преподаватели, стаж работы которых насчитывает десятки лет. Петр Семенович Гуляк, учитель химии и биологии, в прошлом директор гимназии, поведал нашей съемочной группе секреты успеха садовской школы. Наших учеников за последние 10-12 лет очень много поступили и закончили высшие учебные заведения в различных университетах, вузах, в высших учебных заведениях нашей республики. Это и в Бельсах, и в Кишиневе. Дело в том, что наша школа маленькая, классы у нас тоже небольшие по численности, значительно сократилась немножечко численность учащихся. Но уровень подготовки, уровень образования в школе остается на прежнем уровне высоким. Учителя ответственно относятся к своей преподавательской деятельности, работают в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, в соответствии с требованиями сегодняшнего курикулума, и результат налицо. Своими воспоминаниями поделилась преподаватель истории Нина Антоновна Бесараб. Я пришла работать в эту школу, когда только открывали это здание. Директором школы в то время здесь был зритель Борис Леонович. И в школе были четыре классные комнаты. Была учительская, была лабранская. Немножко позже директор перестроил, сделал еще четыре классные комнаты и сделал занятия в одну смену. Сам директор по себе был очень интересный и добрый человек. Он когда-то работал инспектором Горано. Он все умел. Он вел уроки по многим предметам. Он оставил упор на четыре голоса. Это был замечательный человек. Был прекрасный русовед, это Чугуно Дмитрий Сергеевич. С прекрасным почерком. Как человек, очень любили его дети тоже. Маскадева Павлина Михайловна работала тоже. Учитель русского языка и начальных классов. Сотелова Раиса Николаевна тоже работала. Замечательный биолог, у которого было очень много цветов. И вот здесь школа, и в школе это была Крисия Антонина Федоровна. В роли главного ведущего торжества блистательно выступила директор гимназии. Энергичный и талантливый специалист Валентина Дмитриевна Шинкарюк. Сегодня 60 лет, как я праздную вместе со своими коллегами юбилей. Очень волнительно, потому что я являюсь выпускницей данной школы. И как руководитель говорить сложно, потому что память настолько помнит каждый уголок в этой школе. Каждый стенд, каждую полочку и все, что делано было моими руками. Вот уже более 22 лет я работаю в этой школе как учитель. Более 10 проработала залучем. Сейчас я руководитель этой гимназии. И честно, мне действительно приятно, что вот из этой маленькой школы. Из такой, может быть, невзрачной выходят достойные люди, достойные выпускники. Дети, которые уносят в сердце своем частичку любви к этой маленькой школе. Есть на земле прекрасная Молдова, страна садов, виноградных хвост. А в ней есть маленькая школа, садовом есть межкленов и берез. Дай Бог нашей школе процветания всем моим коллегам здоровья и каждому выпускнику памяти о своей школе. Садовчини всегда отличались добродушием и любовью. Возможно, поэтому такой дружной и сплоченной семьей является коллектив педагогов и учеников гимназии номер 16. Я учусь в третьем А-классе. Мне очень нравится урок математика. Я бы пожелал учителям счастья и здоровья. У нас очень хорошая школа. Я учусь в третьем классе. У нас очень хорошие учителя, добрые. Я мечтаю, чтобы школа была побольше, много учителей. Хочется, чтобы много детей хорошие оценки получали, хорошо учились. Хоть я и не учусь в этой школе, но мне здесь очень нравится. Я бы очень сильно хотела здесь учиться, потому что здесь все такие дружелюбные. Здесь много моих друзей. И, ну, я не знаю, учителя здесь добрее, чем в городе. Ну, здесь намного лучше, не знаю, хотелось бы очень здесь быть. Я очень горжусь своей школой. Мне она очень нравится. И я очень благодарна своим учителям за то, что они дали мне столько наук, столько знаний. Я за это им очень благодарна. Мне нравится своя школа тем, что в ней учатся очень хорошие дети. В 16 я закончила два года как тому назад. Сейчас учусь в теоретическом лицейне Максима Горького. Но свою родную школу, вспоминая с таким теплым ощущением на душе, это действительно школа, в которой тебе дарят тепло, которая тебя уважает. Даже приходя сейчас, в простые будние дни, нагруженные после седьмого урока, ты приходишь, и тебя принимают как в основную настоящую семью. Ты приходишь, тебя выслушивают, поддерживают, помогают даже в некоторых ситуациях. Это школа, в которую всегда ждут всех. И которая действительно является домом, вторым, второй родиной. Так как как бы уже это действительно сложившаяся семья. Добрые слова поздравления 60-летним юбилеем в адрес коллектива гимназии номер 16 высказали гости. Вице-примар муниципиа был Александр Усатый, начальник управления образования молодежи и спорта Юлия Гратий и примар села Садовое Валерий Албот. За 60 лет порог гимназии номер 16 села Садовое переступило много поколений. Но несмотря на то, каким образом сложился жизненный путь, это место навсегда останется в сердце каждого выпускника. Ирина Воронова, Юрий Кваснюк, Телефон.